здрасте приветули у нас тут как раз 8 утра стрельнуло 8 утра самое время начинать работу правда работа у нас толком нету пару так пару заданий вообще народ что у нас происходит давайте посмотрим первую очередь интересно рисовая ферма у нас тут кстати достроился ангар вроде как я в прошлой серии это показал честно что-то как-то вылетело из головы короче он достроился и вот здесь у нас теперь живет техника вот эта самая техника с помощью которой мы работаем на рисовых полях правда кажется мне что будут тут кое-какие изменения короче говоря погнали сейчас глянем эти самые рисовые поля потому что там есть один большой такой нюанс я не знаю как это работает из-за чего такое дерьмо но вот после обновления карты я заметил что стали появляться какие-то проблемки здесь у нас он рисик растет сейчас я вам все покажу переместимся сразу к двенадцатому полю вот те тут нихрена не растет на двенадцатом поле у нас нихрена не растет я на самом деле в прошлой серии у нас был такой же косяк с четырнадцатым полем там тоже нихрена не росло я честно говоря знаете на что согрешил я согрешил на то что я мотал время когда засеивал заливал водой и весь прикол в том что я эти поля засеивал в прошлый раз начиная с 12 я сначала засеял 12 потом 13 потом 14 соответственно время я мотал только когда засеял 14 поле а эти уже были под водой 12 и 13 потому что там работа шла непрерывно у нас один трактор маленький в общем-то к эта херня здесь нихрена не растет 13 поле то же самое канитель растет одна сраная полосочка этого самого риса которая по сути дела на хрен здесь не нужно и только 14 поле она растет нормально тут у нас все прошло и все замечательно короче я не на самом деле не знаю в чем проблема может быть проблема в нашей сейлки она 3 метровые и этого типа мало хотя три метра это же нормально мы все время сначала так делали и все всегда прекрасно работала короче если еще раз попробуем засеять это все 6 метровой сейлкой типа быстрее будет работать господи как здесь все квакают быстрее короче будет работать и и ничего не сломается я по крайней мере на это надеюсь ощуете поляк надо будет перепахать в общем-то полностью все переделал после того как соберем ну да ладно сейчас мы рисом все равно заниматься не будем потому что у нас 57 процентов там только созрела у нас есть другое задание она более важная мы друзья прибегаем к нашим тепличкам не надо здесь так бегать здесь у нас соответственно растут помидорчики их у нас выросло уже 588 кубиков вот так вот замечательно в общем-то все тут нормально и они только вот недавно начали плодоносить так что их тут будет дохренище плюс у нас есть еще целых три палета помидоры помидоры клубника и помидор короче помидоров будет хоть жопой жуй потому что мы набрали контракта в прошлый раз и тоже очень много помидоров надо на выполнение этих контрактов и в общем-то пусть бы они зрели и все было бы хорошо но есть одно но у нас есть контракт который заканчивается через пять часов и его соответственно нужно выполнить так что это окошко можно закрыть вот это окошко нужно переместить вот сюда есть еще косяк у нас сейчас это самое наша железная дорога вот переметнулись в поезд мы оставили поезд около сепаратора и не сепаратора этого элеватора короче выезд на магистраль запрещен 35 часов принципе может быть и не такая большая проблема с учетом того что кстати мы этот самый рис отсюда до рис мы отсюда забрали забрали же из твою мать что я вагон отцепил что ли случайно ладно дерьмо случается короче не суть важно нам бы это все равно дело не помогло поэтому нужно ставить урал который будет все это дерьмо возить в универмаг и давайте это сделаем урал у нас находится на базе я вот только не помню где наш прицеп для помидорчиков в общем то можно его попробовать найти на этом сам на тепличках я думаю он будет там поэтому поехали на тепличке посмотрим что там да как вы еще у нас гараж не закрыт какого хрена расскажите мне друзья товарищи гараж то не закрыт будут потом ходить всякие и но вы поняли надеюсь прицеп здесь я не зря сюда приехал я как обычно забыл где что побросал и да прицеп здесь это замечательно так что цепляем эту самую платформу вот те как и подцепляем прицеп с помощью которого он будет ездить кататься вот текут примерно хоп нормалды то что доктор прописал и отпускаем валерон чека работать он будет кататься правда кататься он будет падла долго ему нужно съездить знаете сколько раз дохрена почти 20 это довольно много я вот думаю может быть еще одного взять в аренду такого же дабы время сократить потому что это правда надолго а заняться то нам нечем если мы посмотрим карту то мы увидим что у нас нихрена еще не созрела нам можно пшеничку убирать было бы на шестом седьмом поле и тридцать седьмом поле да но еще рано с другой стороны можно заняться работой на чужих полях но честно говоря не охота рис тоже еще не созрела посмотрите почему на карте вот такое дерьмо непонятно не знаю ответ на этот вопрос загадка короче говоря урал уехал я не знаю надо наверно брать еще один что-то мне подсказывает короче посмотрим а я к вам присоединюсь уже когда все это дело закончится а еще кстати народ в комментах проскочила тема выделять какой-нибудь топовый комментарий короче под прошлым выпуском и под паза прошлым я не нашел ничего такого что можно было показать в ролике но порывшись под прошлыми мне вот такой вот комментарий понравился я с него реально угарнул прикольно короче если хотите что-нибудь чтоб все поржали что-нибудь веселенькое то пишите вообще хоть что-нибудь пишите короче говоря что у нас тут происходит прошло у нас уже дохренища времени он отвез 4 рейса и я понял что ему нужна помощь правда это я понял довольно таки давно поэтому на помощь я у товарища позаимствовал один прицепчик и перевез сюда все в поддонах и выглядит это примерно вот так да все это время я грузил этот сраный прицеп если честно правда еще дыры потому что автозагрузка все дела что-то проваливалась под триггером короче тут и да не хватает вроде как их тут должно быть 112 штук то бишь 224 куба вот так вот за один раз про все равно я на погрузку потратил полчаса и на выгрузку мы сейчас потратим еще больше имеет смысл наверно подождать пока урал проедет он тут уже близко пускай он сначала проедет выгрузится потому что мы сейчас высыпем миллиард поддонов и они будут выгружаться здесь очень долго жалко у меня такого прицепчика не было на свапе в 17 ферме очень не помешал а то вы же знаете здесь поддоны исчезают по одному они все сразу короче времени это занимает уйму а вот и наш урал поехал разворачиваться сейчас он развернется и как разгрузится здесь со всей силы так все охренеют что-то я уже начинаю жалеть в том что такие большие контракты бренд с другой стороны нам-то деньги нужны нам надо миллиона три на собирать на следующую покупочку грандиознейшую поэтому не надо ныть надо выполнять эти странные контракты короче это падла выгружается а я пока сфотографирую этот самый прицеп на аватарку ролика и не надо или надо мне нравится мне кажется такой кадр вполне пойдет видите на аватарке ролик или как это на превьюшка до превьюшка называется да короче пойдет нажимаем alt h вырубаем вот эту херню вырубаем мини-карту все надо вырубать представляете чтобы не мешало эту херню тоже выключаем оставляем вот такой вот просто фон можно в принципе даже еще повыше подлететь чтобы было прям красивенько нормально блин а за за сраной каем поддон которого там не хватает он мешает ладно вот так пойдет мне кажется нормальный снимочек будет на аватарку делаем снимок и все теперь можно обратно все по включать и вот эту херню и вон ту херню и во первых на землю надо обратно упасть и худы надо обратно включить и обратно на же наш контракт надо тоже поставить а то знаете ли все попропадало в общем то пробуем это все дерьмо теперь выгрузить я не знаю как это работает с этим прицепом и почему-то кнопка анлад центр не работает нихрена вообще это довольно таки грустно там теоретически должно быть налево-направо выгрузка черт и вместо чтобы выйти заглушил его чем из то чтоб ехать ну ладно давайте попробуем просто не знаю выгрузиться в центр вот так и это все сразу же развалилась на хрен а чё еще ждать то было но по крайней мере эти поддоны посыпались посыпались на заполнение и охренеть она все перевернулась этот прицеп перевесила я отсюда не скоро выберусь а самое главное что скоро сюда приедет урал ему это явно не понравится ему это все будет мешать проехать твою мать вот что я вот зачем я это сделал я не знаю действительно проще было бы взять урала военду или порыться в грузовых прицепах же стопудово есть какой-нибудь большой прицеп для перегрузки он продуктовый полуприцеп 50 кубов перевозит твою мать к нашему матокс на такую взять и все восемь раз съездил и все отвез нет я занимаюсь какой-то херней или он тонар с помощью тонара тоже можно возить насколько я понимаю те же 50 кубов стоит дешевле нет надо заниматься херней я хоть выберусь то отсюда мне интересно я нихрена отсюда не выберусь короче надо ждать пока эти все поддоны по исчезают самое главное что даже не видно какой из них продается что делать с уралом беда давайте поближе вот сюда прямо на триггер поставим вот он сейчас кстати исчезает смотрите одно мгновение и все сейчас не станет этого поддона так бздынь счет там выгружается дальше не в общем то далеко считается триггер видимо большой поймать вот вот нужны приключения да вот ни с чего просто выдумываем все приключения нахрена спрашивается ладно давайте расчистим территории чтобы выгнать отсюда трактор все он даже перестала видеть эти поддоны ешкин кот даже не круто еще из-за такого количества поддонов фпс так неплохо просил да так иногда случается знаю расчистили мы тут что не расчистили прицеп еще так не нехило перевешивает но то что-то вроде продается а вроде не продается часто все дерьмо придется обратно как-то туда ставить да мне эта идея же не нравится часто мы выберемся не выберемся вроде как выберемся или нет твою мать вот зачем я так ладно делаем проще возвращаем его из аренды я же не покупал себе такой прицеп ничего делать возвращаем его из аренды убираем трактора все остальное будем как-то пытаться сюда сгружать единственное что наверно имеет смысл посмотреть где проезжает урал по следам и расчистить ему дорогу потому что это падла кстати уже приехала нихрена я не успею здесь расчистить дорогу он в принципе сам может расчистить себе дорогу наверное вообще пофигу он едет на пролом я бы на его месте здесь приехал и офигел бы с того что происходит там кушать продает там нихрена еще не продается ко всему тому на тригере ничего нету надо сейчас все это затаскивать вот сюда да как обычно она придумала я себе какой-то херни и самое интересное что в итоге серия окажется о том что я просто продавал сраные томаты двигал помидоры на видимо будет не очень длинный вроде что-то продается осталось осталось четыре с половиной часа нам чтобы выполнить все это дело но у нас получится в этом-то я не сомневаюсь да друзья надо этого тонара брать по-любому вместо урала будет быстро ездить и все будет нам возить шикардос же будет правильно не знаю как тут по-человечески это все дело пододвинуть урала даже 4 начинает получаться ехать он старается у меня плохо получается но что-то получается не знает куда еще отвезет эти помидоры ладно давайте продавайте мы пойдем следить чтобы ничего страшного не случилось боже мой куда-то их повез дружище нам не надо сюда да вы друзья сегодня смотрите краткое пособие как сделать себе приключение из нихера вот правда сейчас еще кстати из-за того что здесь идет разгрузка сам урал забагается и не сможет разгружаться или сможет он не разгружается потому что или разгружаю разгружается только звука нету не вижу быстрее идет этот таймер не не быстрее вроде быстрее идет да вроде даже разгрузился можно кстати к что вот эту вот хрень отодвинуть отсюда так у меня нихера не получается обычно как обычно да обычно как обычно уже двигайся падла давай расчистим дорогу уралу я не успел это сделать и он уехал ну и ладно в общем-то уехал и ладно поехал за следующей партии а мы пока можем вот это вот все дерьмо по продавать можем чем я занимаюсь вроде даже дениса нету а я все равно занимаюсь какой-то херней понимаете обычно это все в его компании а тут нет тут херня сама меня нашла сам придумал херню я еще взял какой-то другой ящик зачем он здесь лежит давайте поддоны продавайтесь вроде все на триггере лежит ждем томаты 1 процент 32 литра осталось поддоне вот это незадача давайте продавайтесь я вас жду медленно медленно увы это все идет на много меньше 1000 литров в секунду а всего нужно 400 тысяч литров даже если бы была 1000 литров в секунду то 400 тысяч литров продавалась бы пять минут а здесь она секунды 3 продается соответственно тупо разгрузка поддонов если все в поддонах сразу привести это будет 15 минут времени нахера это сделала расскажите мне нахера давно пора себе завести прицепчик на миллиард литров шутка от придумал приключение себе как обычно я больше так делать не буду нахер так делать ночью и лагать начала вообще по дикому сейчас ничего поддоны эти самые продадутся и все и лаги исчезнут надо пойти пока те которые вот урал далеко увез или давайте нет давайте сразу за ними сходим же тоже нужно перетащить обратно урал все проскидывал урал кстати уже загружается и поедет сейчас сюда ведь какие фрезы точнее не у меня одного я боюсь может быть она перестает записывать в этот момент и голос еще будет прерываться такое тоже бывает по крайней мере в момент авто сейва так точно жизнь боль абсолютно я вам ответственно заявляю давай разгружать поддоны они еще и улетают я когда их загружал на прицеп они точно также летали поэтому прицеп оказался неполным почему-то вот эта любовь летать в стратосферу этого не отнять почему-то помидоры любят космос и пытаются все время туда улететь не знаю зачем и что им там надо вроде бы день космонавтики был довольно таки давно она правда подвисает просто до жути это раздражает я понимаю почему потому что здесь много поддонов прошел почти час времени и мы выполнили пол контракта но чуть больше нахера я вообще в это играю расскажите мне пожалуйста самое главное что параллельно то у нас ничего не происходит потому что делать нечего мы ждем созревание урожая твою мать не лагай пожалуйста эти очень прошу у нас тут еще не в меня не знаю мне кажется мы только половину щас продали здесь очень много помидорчиков очень много помидорчиков вроде что-то продается а вроде бы и как было до хера так и осталось хотя не уже меньше осталось прям точно с опять перед урал опять здесь все начнет халк ломать халк крушить если вы понимаете о чем я все давайте вот эта партия вроде как на пути заезда ему ничего не должно мешать вроде как должен заехать поехать туда развернуться правда вот здесь вот ему будет мешать вот это вот вся канитель да там трохи подбил ну да ладно ничего страшного там он остальное сам раскидал как ему удобно было вроде не должен их задеть даже кто он даже маневрирует между ними нихрена себе ладно падлы давайте быстрее разгружайтесь реально очень долго разгружается сейчас он их снесет опять да вот как обычно я тут их расставлял а он их снес падла ладно ничего страшного ща мы здесь еще какую-нибудь кучу закинем там разгружается с прицепчика ща мы сюда пододвинем ща здесь все будет конца сейчас уедет и увезет их с собой это не есть правильно на вот эти и тут дохрена так увез он чего-нибудь с собой вроде не увез но и замечательно у нас есть еще несколько минут пока он приведет все остальное продаем дальше она потекала все боже такой херня я занимаюсь а это это хуже чем я не знаю чем то что мы витески вытворяем даже хуже чем было забить силосом ямы не так давно а может давно было как будто вчера и как будто год назад и опять начинаю нести кута хинею эти помидоры мне будут сниться в страшных кошмарах она все летает она да так и живем хотя может быть мы успеем это все дело продать к тому моменту как сюда приедет урал опять вот обидно будет если короче урал привезет больше эти поддоны здесь останутся ха такое тоже кстати возможно хотя мне кажется тут 50 поддонов то не насчитается а местом осталось на 50 поддон даже на 40 уже жизнь боль не все равно еще очень дохера и все продолжаю носить кошмар просто вот серьезно зачем самое главное вот зачем я все это дело все же было нормально мне же хорошо жилось можно было пойти посмотреть кино какое-нибудь пока урал сам все отвезет нет я решил ему помочь говорила мне мама не не надо помогать уралом вообще никому помогать не надо тут уже я вижу свет в конце тоннеля мне кажется их осталось тут совсем немного или мне только кажется кстати урал уже грузится еще на одну ходку и он опять скоро приедет и начнет здесь все крушить я не люблю когда урал здесь все крушит еще не люблю когда подлагивает меня это раздражает ладно ничего страшного мы мы переживем это осталось немного и она перестанет видите вроде даже все в кучку собрал не так много осталось есть тут еще твою мать тут еще пять штук а ладно все я спокоен на что я трачу свою жизнь никому не рассказывайте о том что вы видели сегодня потому что это капец главное чтобы она все продалась быстрее чем сюда приедет этот урал разрушитель смотрите как она стала и нихрена не стала все упала да хер с ним давай я в тебя верю продавайся вроде бы здесь в округе больше ничего нету да пойдем за вот этими последними двумя их тут три мы идем за двумя но их тут три да это так работает урал уже несется сюда я уже чувствую его уже знаете запах выхлопных газов начинает пробивать ноздри мне кажется урала он очень специфический будет более сколько он наездил там уже двигатель стопудово в не лучшем состоянии да я уже даже на карте вижу нихрена не успеет продаться до тех пор пока он разгрузится жаль его можно притормозить конечно всегда я просто знаете за что переживаю чтобы не осталось здесь лишних поддонов урал сможет сам отвести обратно все высыпать без проблем если что лишнее будет а то что в поддонах придется отвозить вручную и он привез 24 куба соответственно 390 они здесь нормально будет уралу еще придется разочек съездить и так много этих поддонов осталось может быть они даже успеют продастся а может и не успеют я в это слабо верю хотя и тут много пустых но есть и полная этот вот 19 процентов этот один процент один полный вот эти два поддона это самое сложное вот этот продастся момент даже уже продался но уже вы успеете они не успели вот этот не успел падла ладно ничего я тебя вручную отнесу тебе еще твою мать как лагает выгрузка ой вот это было явно зря лучше я так делать не буду я учусь на своих ошибках я тебя понял а кстати еще поддон да поднес на триггер отнес триггер он все равно засчитывать как будто он там лежит еще 10 кубов надо привести вроде бы я здесь все затащил какая радость не прошло и пяти часов чем мы здесь побегаем вроде бы все чисто вроде бы все четко урал уехал вроде ничего озера не упала так что все нормально можно брать трактор ей отсюда уезжать дать или тяжелый день был а тем временем кстати пока мы дрючили с этими поддонами у нас тут теплички все с ними хорошо собрался весь урожай из четырех из них или из трех короче надо заглянуть на тепличный комплекс здесь у нас отработанный грунт моего выгружаем и соответственно загружаем свежий грунт и грунт второго урожая вносим удобрения здесь у нас грунт третьего урожая а здесь я не помню вообще смысле в последних трех теплицах вы хрен с ним в общем то мы освободили раз два три четыре штуки у нас есть четыре поддона еще видите как все четенько я люблю когда все четенько твою мать не летайте поддоны вы меня бесите почему они все время норовят улететь я не знаю ну да и ну да и ладно короче надо это все дело загрузить и мы еще по 2000 по 2000 понимаете за эту рассаду я бы за 2000 евро во всех теплицах бы рассаду рассадил бы без проблем а тут за одну нужно двушку отваливать а какие-то у нас очень дорогие валерон ничего не поделаешь приходится платить в 19 ферме еще кстати сад будет а в 19 ферме кстати еще сад здесь будет с деревьями будем там абрикосики выращивать и всякие другие фрукты которые на деревьях растут да правда сад появится не скоро его на старте не будет он так в планах на небольшой спойлер принципе это ни для кого не секрет но смысле не для кого для тех кто за новостями следит вот я например слежу в общем-то смотрите что у нас по контрактам то у нас есть контракт на томаты который завтра созреет и мы выполним клубника тоже самое соответственно еще один на томаты так это у нас эти же дистанция порт порт вообще тема возить только проблема в том что 31 час 54 минуты мы не успеем скорее всего потому что магистраль закрыта видимо придется начинать раньше и обойтись без поезда может быть и прикупим вот эту хреновину еще 346 кубов пшенички надо будет собрать с двух полей умудриться но ничего мы с этим справимся а пока что мы переходим на на универмаг посмотрим сейчас как будет разгружаться последний прицепчик который сюда привез нашего ли рон чик на урале честно разгрузит и нам засчитается выполненный контракт здорово же правда пошел разгружаться на денег с этим еще не тоже неплохо подняли контракт выполнен соответственно оставшиеся томаты которые у него остались он отвезет и выкинет обратно на склад и будет там стоять уже никуда не поедет мы можем залезть в финансы посмотреть что мы на контрактах заработали целых двести тридцать тысяч сегодня неплохо неплохо суббота расходы на семена 509 тысяч да вот так вот мы и живем ладно короче друзья вот такая вот нетипичная не похожая на все остальные серии у нас сегодня получилось опять она пролагала ничего страшного в общем-то не забывайте про комменты лайкусики если не подписаны то подписывайтесь очень-то все знаете что делать главное не быть сосисками а если ты не будешь сосиской то вот такая вот красивая елка у тебя будет стоять на новый год живая я тебе покажу где она стоит ты приедешь сюда с пилой и спилишь ее и поставишься на новый год а потом украсишь всякой и шурой и гирляндами повесишь туда конфеток и будет короче красивая елочка вот короче говоря всем огромнейшее спасибо за внимание с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока